Всем привет! Пару лет назад я снял видео, где я делал окрошку. Окрошку на квасе, с авторскими вкраплениями, интересную, классную. Ссылка будет в описании, обязательно посмотрите, что было тогда. Она, кстати, все время набирает обороты, и в зависимости от летнего сезона начинаются просмотры. Но это радует, спасибо вам огромное за эти просмотры. Сегодня я хочу сделать окрошку на кефире, потому что было очень много запросов, мол, типа, на квасе есть, а что, на кефире. У нас в России люди делятся на две части, кто любит на кефире, кто любит на квасе. Но у меня, например, сестра моя делала окрошку, разбавляла, знаете, как она делала? Набрала воду, добавляла уксус и небольшое количество сметаны, и этим заливала окрошку. Это тоже рецепт может быть, и наверняка вы сейчас напишите, что мы делаем так, вы делаете так. Мне всегда интересно читать вот эти вариации на тему, мол, с помощью вас я развиваюсь так же, как и вы с помощью меня. У нас обоюдное, так сказать, обоюдное спасибо за то, что вы пишите комменты, обязательно пишите, и самое главное, подписывайтесь. То есть, если вы меня смотрите, но еще не подписались, почему бы вам сейчас прям это и не сделать? Нажмите кнопочку, и все, и мы с вами вместе, навечно. У меня здесь есть ряд ингредиентов, которые я буду сразу же складывать в тарелку, потому что окрошка это все-таки такой, знаете, салат, залитый большим количеством заправки, ничего другого. Вареная картошка. Я, значит, в этом рецепте решил, что, ну, давайте будем уже снижать количество авторства в моих рецептах и приближаться больше к каким-то таким, ну, постулатам народным, которые ощутимо пользуются популярностью среди разных слоев населения. Так вот, сюда я тоже чуть-чуть авторства прикреплю, но все-таки начну с такого бытового ингредиента, как картошка. Картошку я сварил в мундире и, соответственно, мелким кубиком режу. Так, картофанчик с краешку сразу кладу. Картофанчик с краю. И добавляю там в зависимости от того, насколько много или мало окрошки я хочу сделать. Нарезать, не стесняйтесь. И выкладывайте столько, сколько нужно. Дальше. Значит, картошки достаточно. Остатки я потом дорежу уже себе. В окрошку я никуда-то не выкидываю. Все будет использовано по назначению. Значит, пока я режу, сразу хочу сказать. У нас компания моих сподвижников, шеф-повара, и я вместе с ними, не я и сподвижники, а именно сподвижники и я. Потому что я занимаю всего лишь небольшую часть в этом большом строящемся, некоммерческом проекте, который называется Chef's Team. Это проект, который объединяет шеф-поваров для того, чтобы они могли но сейчас тяжело, да, ездить на стажировки или еще что-то. Кто-то может, кто-то не может, кто-то сидит вообще у себя безвылазно и нету ни денег, ни возможности куда-то выехать на обучение. Поэтому мы собираем конфессию шеф-поваров со всей России для того, чтобы мы могли обмениваться опытом. Это очень важная вещь, потому что, как я уже сказал, наверняка много из вас, кто, если вы, если вы шеф-повар или просто повар, внизу будет дана ссылка на телеграм-канал, где у нас есть чат, в котором общаются повары, задают вопросы, есть отдельная, как бы сказать, директория, в которой мы собираем огромное количество цифровых кулинарных книг. У нас на сегодняшний день одна из самых больших библиотек уже и она постоянно пополняется. Поэтому там нужно будет проходить регистрацию, ну и, соответственно, я понимаю, что сейчас многие люди, которые любят готовить, скажут, да, да, мы тоже хотим сообщество поваров для того, чтобы знать эти все секретики. Не, мы будем проверять с помощью соцсетей и с помощью своих контактов повар вы или не повар. Если вы не повар, соответственно, ну, сори, это все-таки для поваров, поварская история. Но, как я уже сказал, не только для шеф-поваров, но и для тех, кто работает, а вдруг вы потом станете шеф-поваром. Скажете мне спасибо. Так вот, подписывайтесь на наш канал, много интересного. Редиска. Это тот элемент, без которого никакая окрошка не может быть окрошкой. Мелким кубиком. Что я отвечу тем людям, которые утверждают, что в окрошку все должно натираться. Хорошо натирайте. Я же вам рассказываю о том, как я делаю окрошку. А вы, безусловно, должны взять мою идею, посмотреть и найти, что вам не нравится. А что нравится? Что нравится, вы берете и используете. Что не нравится, вы заменяете на свои как это правильно назвать? Скиллс, да? На свой опыт. На свой опыт. То есть вы привыкли, мы же все с детства, у нас все идет. Если мы с детства привыкли, что дома мама, или бабушка, или папа, или кто там у вас готовил, натирают, натирайте. Так вот, редисочки должно быть, я вообще считаю, что всех ингредиентов должно быть одинаковое количество. Если вы любите больше мяса, добавляйте больше мяса. Если вы любите это, добавляйте больше этого. То есть тут, в любом случае, знаете как, когда-то хочется такую окрошку на квасе, а когда-то хочется и на кефире. Я, например, уверен, что на наших прекрасных южных, хотят сказать склонах, в южных регионах очень активно пользуются популярностью окрошка именно на кефире, а не на квасе. А в северных наоборот. Допустим, у меня в Сибири, в Красноярске, ну, я вот сколько там прожил и до сих пор общаюсь с людьми, но у нас не очень популярна окрошка на кефире. Так, огурец сюда же, рядышком в тарелку. В прошлом ролике в окрошке про квас кто-то писал, мол, типа, что вы с ума сошли, в окрошку добавлять соевый соус. Ну, во-первых, корейская окрошка или холодный суп, который называется кукси, или куксу, там по-разному его называют, делается бульон на основе соевого соуса. Во-вторых, те люди, которые его сделали по моему рецепту тому с квасом, многие отписались о том, что это божественно вкусно. Тут же ведь у нас вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Яйцо. Значит, яйцо делаем вот как. Белок. О, желток в самом низу. Желток. Значит, я варил яйцо 7 минут. Желток, видите, у меня не синий, не зеленый, как обычно у нас происходит на Пасху. Потому что, чем дольше мы варим яйцо, можно даже его варить так долго, что желток полностью станет зеленым. Если варить 7 минут, то он остается вот таким вот желтым красивым. Желток я отправляю в чашку. Вот сюда. Он у нас пойдет в заправку. А белок режем кубиком. На кубик, конечно, это не очень похоже, но все-таки. Назовем это кусочком. Белок режем кусочками. И белок весь сюда. Колбасные изделия в этом виде. Я буду использовать двух сортов. Во-первых, это вареная колбаса. Нужно найти самую вкусную вареную колбасу, которую когда-либо вы встречали. Использовать ее. Но так как кефир сам по себе любой молочный продукт, на мой взгляд, в отличие от кваса, делает блюдо мягким и очень однородным. Вкус получается такой, знаете, ровный. И даже огурец, казалось бы, который должен придать свежесть, он там теряется с картошкой, с яйцами, преобладающий вкус молочного продукта в любом блюде, где он есть. Мы это знаем. Сливочный соус забивает вкус мяса, делает его мягким. А если мы делаем, например, томатный, то томатный и травы подчеркивают там вкус мяса. Там получается более острый. В нашем случае он получается такой равномерный. Для того, чтобы приподнять немножко вкус окрошки, я всегда использую сервелат. У меня финский сервелат, ароматный, такой, знаете, с копчушкой. Но опять же, я люблю это так делать. Если вы считаете, что окрошка должна быть с холодной говядиной, пожалуйста, делайте. Кто-то делает с курицей, кто-то делает вообще без мяса. Или некоторые, даже мои знакомые и шеф-повара в том числе, делают с рыбой. Да, почему бы и нет. Вполне может быть. Потому что окрошка это все-таки такое блюдо. Рецептов окрошки существует миллион. Мой рецепт этой окрошки должен содержать вкус копчения. То есть усиленный вкус мяса. Опять же, почему я взял колбасу, а не какое-либо мясо? Во-первых, не хочу, чтобы вы заморачивались с отвариванием. Нет, если у вас есть отварное мясо, безусловно, намешайте туда несколько видов и отварное мясо, и добавьте колбаски туда. Будет окрошка просто в три раза вкуснее. А во-вторых, чем я руководствовался? Это продукт доступный, но везде в магазинах есть эта колбаса. Да, где-то похуже, где-то получше, но тем не менее, она есть всегда. Вареная колбаска отправляется вот сюда. Итак, у нас здесь есть уже собрано достаточное количество ингредиентов для окрошки. Зелень, без зелени никуда. У меня есть укроп, петрушка и лук. Самое традиционное. У меня здесь есть небольшое количество капусты. Молодая, зеленая, нежная, вкусная капуста. Так вот, берем капусточку эту и режем и добавляем сюда. В одном ресторане, который курировал в городе Зеленоград, Гарден, мы делали тогда очень классный весенний салат с молодой капустой и делали молочную заправку к нему. Ну, там сметана, еще что-то, какие-то ингредиенты. И этот салат пользовался довольно большой популярностью. Поэтому с тех пор я окрошку эту как бы добавляю достаточно, как это правильно сказать, я чуть-чуть добавляю витаминов. То есть, если есть молодая капуста, почему бы не добавить туда? Только не добавляйте много. Видите, я по кусочку отрезаю, потому что большое количество капусты начнет оттягивать на себя вкус. Я лишь хочу добавить сюда хрусткости и дополнительного вкуса капусты. На вкус и цвет. Капусту хотите добавляйте, хотите не добавляйте, это мое. Мне нравится, когда есть всякая зелень, обязательно добавляйте вот эти витаминки. Весна же все-таки. Ну, вернее, как, лето уже наступило, а может, оно еще не наступило, в зависимости от того, какая погода в вашем регионе. Но уже появляются вкусные всякие ништяки, которые обязательно нужно использовать. Конечно, урожай, сезон урожаев, это что у нас? Август-сентябрь? Ну да, тогда там уже будет все, все будет. А пока что пользуемся тем, что у нас есть. Так, на вкус и цвет, как я уже упоминал, белую часть лука я буду использовать тоже, но основа, конечно, это зеленая часть лука. Поэтому я нарезаю это все мелко для того, чтобы аромат какой настоящий летний. Так, лука достаточно. и немножко сюда прибавляю белой части. Так вот, смотрите, что я делаю. Белую часть лука и немножко захватываю зеленой части. Тут, знаете, от всей зелени по чуть-чуть. Часть оставляю на украшение, но не то, чтобы на украшение, а то, чтобы посыпать потом сверху. А вот эту часть я отправляю в заправку. В принципе, даже если вдруг стебли укропчика мягкие, можно их тоже туда отправить. Знаете, они будут хрустеть, потом взрываться. А давай я чуть-чуть добавлю. Что я делаю с заправкой? У меня здесь есть яичный желток, зелень. Я сюда добавляю соль. Я сюда добавляю молотый перец или смесь перцев, что вам больше нравится. Обязательно добавляю сюда сливочный хрен. Ложку. Так, на этот объем. Да, я думаю, что, наверное, еще пол ложечки я добавлю. В зависимости от того, да, хочется остроты и яркости. теперь это нужно размять. Желток, хрен, соль, чтобы из зелени пошел аромат. Все это нужно растереть. Да, пахнет великолепно, пахнет великолепно. Все это растираем, растираем, растираем. Даже если там остались какие-то кусочки, ну, ничего страшного, уже здесь все равно кусочки. Дальше вот, что делаем. У меня есть здесь две, два стаканчика. Вот, смотрите, их видно, вот они стоят. Наверняка уже многие спросили, что это такое интересно. В этом стаканчике питьевой йогурт. Он жидкий. Просто берем его, вот он, видите, течет. Там какой есть под рукой. Я сейчас без рекламы там. Главное, чтобы он был жидкий. Даже если его нету, можно использовать густой, но тогда его придется больше раздобавлять. Вот, смотрите, я сюда влил количество жидкого йогурта в размере полустакана, здесь, не знаю, 100 миллилитров примерно. Все это тщательно перемешиваю. Получается вот такая вот жижа. Лично мне недостаточно одного йогурта, на мой взгляд, на мой вкус, как бы правильно сказать. Он густоватый все равно. Знаете, такой, как сметанный привкус. Для того, чтобы этого избежать, я разбавляю его, причем разбавляю айраном. Видите, он практически прозрачный. Айран, кисломолочный продукт, который содержит в себе соль. То есть, он сам по себе вкусный. Я делаю йогуртовую заправку с жижи. И айран, вы же знаете, что он такой, бывает некоторые даже с газом. Вот, этих газиков не хватает. Можно добавлять минералку, но, если, например, я делаю окрошку с минералкой, то я беру не минеральную воду с точки зрения наличия минералов, да, не боржоми и синтуки. Я беру просто газированную обычную воду. Ну, типа там, газ-вода. Вот, теперь она, то есть, заправка стала жиже. А теперь дело тут уже в деталях. Пробовать, разбавлять, добавлять, усиливать и делать заправку по вашему вкусу. Видите, одной ложкой туда в рот слюни. Ой, ужас какой, что у меня дома происходит? Как же я так, повар, одной ложкой. Еще добавлю айран. Купите айран и купите кефир. Попробуйте, они по вкусу совершенно разные. У айрана есть какая-то такая яркая кислинка, которая, которая из-за того, что, видимо, он более жидкий и там и делается из переработанных продуктов, подкисает немножко. Она совсем другая. такая яркая. У йогурта она такая мягкая, понятно, молоко скислое и так далее. Мне вот не хватает как раз айрана вот этой кислоты и с газом у меня, ну, в бутылке очень сложно понять. Эта бутылка без газа тоже была плотная. Я так попробовал, пощупал, вроде, думаю, наверное, газированный. Не, он не газированный, но тоже достаточно хороший. А теперь нужно залить заправку в окрошку. Но учтите, заправка должна быть хорошо посолена, потому что здесь у нас соли нету, за исключением колбас. Поэтому, вот, делайте упор. У нас два ингредиента соленых, раз, два, три, четыре с половиной не соленых. Поэтому здесь соли должно быть прям, если она вам кажется солоноватой, не бойтесь. Картошка все равно бледная, не видать ее. Вот, льем так, льем, льем, льем. Я потом, когда буду есть, добавлю. Теперь обязательно зеленухи. Пора пробовать. О, класс! Густая крошечка. Так, теперь все тщательно нужно перемешать. И еще желательно, конечно, чтобы вот эти вот нарубленные все элементы в кастрюльке постояли, чтобы они пропитались друг другом, поженились. Ну, запах отличный. Аромат, вернее. Хотя, для меня все равно непривычно, когда окрошка у нас с кефиром, а не с квасом. вкусно. Что сказать о тут? Вкусно все? Вот этот сервелат копченый, он, конечно, делает любое блюдо совершенно уникальным. Ну, как уникальным, он дает русский вкус и он украшает. Даже если у вас нету каких-то там доп. ингредиентов, каких-нибудь там картофана нету, редиски, просто колбасы накрошите с огурцом, залейте кефиром, будет вам вообще божественная окрошка. И яйца маловато. Я бы сюда еще больше яйца закинул, хотя тут опять же на свое смотрение. Интересно, а если туда добавить квас? Да, квас не будем добавлять, квас в той окрошке у нас. Очень вкусно получилось. Обязательно доработайте ее по своему вкусу. Хотите минералки, хотите сюда кваса добавьте, хотите очень много зелени добавьте и уменьшите количество картошки и колбасы. В общем, дальше дорабатывать вам. Я вам рассказал идею, рассказал нюансы приготовления и хочу сказать, что вот эта окрошка, ну, она просто бесспорно лучшая. Она не лучше, чем та, она другая, но если я говорю про окрошки из кефира, то вот это бомба. Пока используйте навыки, которые я вам раздаю пока что бесплатно. Вот. Подписывайтесь и обязательно делайте перепосты, если вдруг вам понравился рецепт. Пока.